В детали этой спецоперации были посвящены единицы. Друзья журналиста до последнего не знали, что Аркадий Бабченко жив. Полночи они провели у подъезда многоэтажки, где он снимал квартиру. Была там и наша Ксения Бравиенко. Это первая фотография с места трагедии. Она появляется в сети через несколько минут после убийства. Ни у кого нет сомнения на фото убитый журналист Аркадий Бабченко. Три выстрела в спину, возле тела несколько 9-миллиметровых гильз. Об этом говорят в полиции. И сразу же называют версию. А тем временем друзья несут к дому Бабченко цветы и уже знают, кто заказал убийство. И рассказывают все известные им детали. Убили уже внутри квартиры. То есть, пустите, он был в квартире и открыл дверь? Нет, он возвращался. То есть возвращался, он вошел. Это мои догадки. Он вошел в квартиру, да? Он зашел в квартиру. Политическое убийство. Заказали заказчики его. Может быть, не можем назвать их по именам, но хотя на самом деле одно имя мы точно можем назвать. Он человек, который находится в зоне риска. И сейчас просто нужно понимать, кто следующий из нас. Вот и все. Нужно быть очень внимательным к тем журналистам, которые переехали сюда по причине травли и серьезной ситуации в России. С утра Бабченко публикует пост на своей странице в Фейсбуке о том, что 29 мая, его второй день рождения, рассказывает о трагедии четырехлетней давности, когда на окраине Славянска разбился вертолет нацгвардии. Бабченко должен был лететь на нем, но из-за нехватки мест не попал на борт и остался жив. А через 9 часов появляется информация, что его убили. Я думаю, что это не последнее такое убийство. Я думаю, что одним из следующих буду я. Это не паника никакая, это просто по логике событий. А полиция в это время публикует фоторобот нападавшего и заявляет, что изымает видео с камер наблюдения. Ксения Барвиненко, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер.